Эти строки зачастую наивные, безыскусные, трогают спустя десятилетия. Азовские краеведы организовали выставку фронтовых писем Великой Отечественной. Тех самых треугольников полевой почты с самыми важными сообщениями. Жив, пал смертью храбрых, пропал без вести. Святослав Горден вчитался. За годы войны советская почта переправила с фронта в тыл и обратно 6 миллиардов вот таких бумажных треугольничков. Азовский музей краеведения к этой выставке собрал около 100 писем. Но значение, важность, ценность этой корреспонденции не определяется ее количеством. Вся война в переписке. Строчки не так значимы и для историков, как для адресатов и отправителей писем. Миллионы людей, судеб, связанные чуть ли не единственным для того времени способом – полевой почтой. Привет с фронта, здравствуйте, дорогие мамаша Дуси и Николай. Между почтовыми штемпелями на треугольнике, когда отправлены, когда получено письмо. Жизнь, когда оно дошло, его отправитель уже погиб. Похоронка, извещение о смерти. Похоронок боялись так, что, бывало, прятались от почтальонов. Боялись всего получить похоронку. Ждали, ждали, ну, присылали, плакали. В затишах между боем каждый солдат мог написать письмо. Это письмо не требовало почтовой марки, оно отправлялось бесплатно. В подразделениях были закреплены почтальоны. Эти письма музей собирал много лет. Вот находки поисковиков, переданные для выставки. Карандаш, вставленный в гильзу. Пачка писем, спрессованная. Ее нашли в нагрудном кармане погибшего воина. Он мог быть и почтальоном. Дух, настрой победить, он удивительно прочитывается в каждом письме. Даже в самом простом. Мы в одном месте для немцев сыграли концерт. И такой слово «концерт» в кавычках означает «бой» и встречается во многих письмах. У бойцов свой язык. Военной цензурой запрещено писать о месте, где стоит часть, о численности войск. В письмах нельзя падать духом, жаловаться. Надо поберечь родных. Что можно было написать в письме? Что жив-здоров. Что успешно там воюю. Вот письмо в Москву. Сталину в Кремль. Так написано. 19-летний солдат-инвалид демобилизовался. Нет денег и совсем нет одежды. Его паек 400 граммов хлеба в сутки. Здесь в Азове, товарищ Сталин, сидят, извините, бугаи. Холки понаедали при немцах. И сейчас сидят за нашими головами. В ответ на эту жалобу на местные власти появилось вот это письмо. Инвалиду выданы теплые брюки. Радостно осознавать, что война закончилась и не терзает больше солдатскую душу. Я почти месяц в разъездах. Поездки в кавычках по Европе. Посетил Берлин, Дрезден, Франкфурт, Бранденбург. Надеюсь, что скоро увижу вас. Девочка, угнанная на работы в Германию после освобождения из плена, пишет родителям. Мама, теперь пришло счастье. Святослав Гордин, Сергей Смирнов, Ульяна Калинцева и Александр Новиков. Телекомпонент ТВ. Ростовская область.